МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА НАТРАИН Что же это мы нарушаем, а? Да ладно, что я там нарушил, начальник? Вы не фамильярничаете. Вы, между прочим, разговариваете с представителем закона. Как скажете, господин инспектор? Может, вы хотите узнать причину вашей остановки? Нет, я хочу узнать, как я могу загладить этот инцидент. Хорошо. Тогда скажите, как я выгляжу. Вы прекрасно выглядите. Ваш изящный лик, подобен утреннему солнцу, подарующему людям первые лучи света. Вы самый честный гаишник на этой трассе с момента ее открытия. Вот именно. А теперь выйдите из машины. С удовольствием, господин инспектор. Упор лежа принять. Так скажете, господин инспектор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Я могу ехать. А вы ничего не забыли? Ах, да. Возьмите, пожалуйста, запричиненные неудобства. Можно еще одну маленькую просьбу? Слушаю вас. Не могли бы вы меня потрогать за грудь? Ну, если это ваша личная просьба. О! О! У вас такие сильные руки. Спасибо. Спасибо большое за указанное. Спасибо. Ладно, ладно. Достаточно. Ну что, девушка, вы поняли, как нужно вести себя с инспектором ГАИ? Поняла. Только можно я не буду отжиматься? Можно. Но про грудь обязательно. Угу. Занимайте свое место. Что же это мы нарушаем? Да ладно, начальник, что я там нарушила? Ладно, давайте сразу про грудь. У меня есть к вам одна просьба. Слушаю вас. А подругите меня, пожалуйста, за грудь. Ну, если это ваша личная просьба. Вика, вот ты где. Солнышко мое. Я всю больницу оббегал. Как ты чувствуешь себя, миленькая моя? Я не хотел тебя изменять. Да, да. Но так получилось просто. Я немножко выпил, и тут эта медсестра... Успокойся. Ну, ты, конечно, тоже хороша, если честно. Ты накинулась на Яну, как кошка. Ну, вот результат, да, да. Но я люблю только тебя. И прямо сейчас. Хочешь, я брошу эту Яну? Хочешь? Вот смотри. Да. Яна, у меня к тебе серьезный разговор, Яна. Между нами все кончено. Да, да, я люблю Вику, и тебя я бросаю. Все, все. И даже не мычи, пожалуйста. Все. Вика, ну, видишь, я бросил Яну. Видишь, все. Я люблю только тебя. Что, что? Что? Ты что, не Вика, что ли? Ты Яна! Яна, я тебя бросаю. Вика, я тебя люблю. Девочки. Да, девочки, ну, я запутался. Вы даже мычите и стонете одинаково. Ну, что я... Ну, как я вас... А, девочки, вы хотите, чтобы я вас по маникюру определил, что ли? Ну, как? Я же вам деньги на один и тот же салон даю. Девочки мои. Ладно. Смотрите, я побегу, у меня еще работа, да. А вы тут лежите, разговариваете. А как вам повяточки снимут, я одну из вас брошу, а со второй останусь. Зая, а что ты все выходные и лежишь на кровати? Потому что имею право. А может, ты сходишь с друзьями, встретишься, а? Да сейчас. Мне эти рожи на работе надоели. Я от них отдохнуть хочу. У нас же продукты закончились. А сходи в ночной. Не-не-не, через 15 минут футбол начнется, не успею. А ты что, в футбол без пива будешь смотреть? Что значит без пива? Вон холодильник затаренный. А ты и вчера все выжрал. Да ладно. Да. Блин. Ага. Надо идти. Надо. 15 минут. 15 минут. До начала. Спасибо, что напомнил. Это прямо лучшее, что ты сказала в жизни. Блин, не зря он тебе женился, а? Иди, говорю. Приди за пивом. Ладно, иду. Иду. А, не надо. Не надо. Я сам объясню. Я сам объясню. Я сам объясню. Ух, все майские просидел. С ума сошел совсем. Иди давай, может тебе кушать, пить, а? Не, не, не кушать, не пить. В туалет пусти. Иди, давай, иди, иди. Вика! Вика! Что, что, что? Блин, пошел. А бабки забыл. А где они? Бабки? А! Что? Все, ушел. Иди давай. В туалет он ушел. Не, в туалет не надо. Кушать неси. И попей, чем я. Что случилось? Хлазь, хлазь. Что произошло? Вы настоящий новый полицейский. Да, 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 да. Что? Хлазь. Скажите, пожалуйста, я, конечно, дико извиняюсь. А можно с вами сфотографироваться? Просто у моих подружек уже столько селфи есть с вами. А у меня еще нет одного. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да можно, можно, конечно. А вы можете сделать лицо, как будто вы не живете крыжовник, а просто улыбнитесь? Ну, ладно. Спасибо. Класс! Класс! Сейчас еще, еще раз. А давайте сделаем вот так вот. И вот так вот пальцы давайте. И... Класс! Класс! Так, еще, еще. Все. Сделайте, пожалуйста, губки уточкой. Не куриной попкой, а уточкой. О, круто! А у меня есть прекрасная идея. О, класс! Теперь я похожа на настоящую полицейскую, а вы похожи на настоящую меня. Классно! Классно! Здорово! Ой, шик! Жень, ты бы оделся и валил бы из полиции. По-хорошему. Это... Это не я! Это все она, она! А, кстати, она мне больше нравится. С таким напарником не стыдно и по городу пройтись. Класс! Пошли, детка, патрулировать этот город. Пойдемте! Подождите, а... А я? А ты записан на 15.00 в салоне Фертити на маникюр. К Наташе. Ну, Фертити, это линь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как там на Мальдивах, коллега? Жарко. Сейчас я познакомлюсь с официанткой, которая принесет мне коктейль. Эй, ну что ты сделал? Я почти ее поцеловал. Пошли вон, я буду убирать. Что? Вообще-то мы работаем. Я вижу, как вы тут работаете, рукожопые. О, между прочим, важный звонок. Вас приветствует компания Аудит-Аудит. А чем могу помочь? Да, хорошо, одну секундочку. Между прочим, это Андрей Константинович, оптовый заказчик. Слушай, как перекинуть там деньги по безналу с НДС? Я откуда знаю? Посмотри в интернете. Да откуда я знаю, где это искать? А поищите в коридоре, я здесь пока поубираю. Ты можешь тебе не мешать, у нас проблема. Вы не могли бы оставаться на линии? Ваш звонок очень важен для нас. Нам нужно еще немножко времени, чтобы решить ваш вопрос. Сходи к начальнице, я пока его сбежу. Я что, похож на идиота, что ли? Вообще-то это наша работа, мы должны это знать. Если я к ней приду, да она уволит меня нафиг. Вот и замечательно. Уволят, я хоть поубираю. Вы что, не понимаете, пока мы не решим вопрос нашего клиента, мы не сможем уйти из кабинета? Да сюда. Куда? Куда? Добрый день. А вам перевод в гривнах или в долларах? Замечательно. Смотрите, что мы с вами делаем. Значит, вы кидаете деньги через офшоры. Там происходит внутрибанковская конвертация валюты. Да, так вы еще немного сэкономите. Потом кидаете нам. А что у нас сегодня? Пятница. Значит, вам лучше это все сделать до 16.00, иначе не пройдет транзакция, и деньги будут только в понедельник. Не за что. Дмитрий Сергеевна, а откуда вы все это знаете? Бухгалтером работала 10 лет. Пока не села. Чего стоим, отморозки? Канаду с храпой на прогулку. Ну что вы, ну какая Турция? Это как минимум Мальдивы. Или у вас есть что-нибудь подороже Мальдивы? Нет. Ну тогда Мальдивы. Бусенька, ты же не собираешься экономить? Нет. Просто ты раньше говорила, что на Мальдивах отдыхают одни жлобы. Это я раньше говорила. Ничего, поеду, проверю. И чтобы каждое утро на завтрак ко мне приходил шикарный мужчина и делал мне массаж. Эта услуга есть, но только в пятизвездочных отелях. В курсе, давайте. И чтобы был шоколадный фонтан. В отеле. В номере. И чтобы этот шикарный мужчина, массажист, с меня его слизал. Ну вы сами понимаете, сколько это будет стоить. Ничего, ничего, это вообще не проблема, да, Буся? Да. Значит так, отель All Inclusive. И чтобы там были самые дорогие рестораны. Вот в них я и буду питаться, да, Буся? Да. Хорошо. Значит, море без волн. И чтобы был самый большой бассейн с самыми высокими горками в мире. Ты ж высоты боишься. И что теперь? Мне из-за этого отдыхать в Лоховском отеле? Без высоких горок? Ладно, ладно. Давайте. Ну, в общем, вы оформляйте, а я пойду куплю самый дорогой купальник в мире. Да, Буся? Конечно. Люблю тебя. И я тебя. До свидания. До свидания. Вы извините, это, конечно, не мое дело, но... Мне кажется, ваша подруга вас использует. Во-первых, это не моя подруга, а моя жена. А во-вторых, вчера нужно было думать... И не этим местом, а головой. Когда я ее подругу мял. Давайте портфеляем в Мальдивы. Товарищ командир, а вы уверены в своем приказе? Я тебя когда-нибудь подводил? А кто рассказал, что я со стюардессой спал? Да я же только своим. А ничего, что вы это в тосте на моей свадьбе сказали? Я же не знал, что ты женишься на другой женщине. Слушай, давай по-братски, последний раз тебя прошу. Вы то же самое говорили, когда просили меня к себе в багаж положить килограмм муки. Видите ли, ваша жена просила привезти. Я реально не знал, что в Колумбии мне продадут не муку. Слушай, давай, сделай, а. Я тебя тоже ведь сдать могу. Ладно. Но это в последний раз. Последний раз. Что надо делать? Весота 3 700. Весота 3 700. Весота 8 200. Весота 8 200. Вираж лево 30. 30 лево. 40 право. 40 право. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Лево. Право. Лево. Все, хватит. Право. Я уже все таблетки от укачивания продала. Вот, видишь, а ты говорил, не будут брать. Будут, как миленькие. А можно мне одну таблеточку? Возьми, там на полке лежат 20 евро. Шучу. Для своих 15. Вниз. Вверх. Лево. Право. Ну, с такой грудью в общественном транспорте будет намного просторней. Не то. А, ее маленькая грудь теперь будет полностью помещаться в маленькую ладошку ее парня. Доктор, ее маленький парень олигарх и бандит. Он за вот это все заплатил. Он и вам, между прочим, кое-что может уменьшить. Еще уменьшить? Оторвать без наркоза. Может, скажем, что маленькие лифчики и дешевле большие? Да. Ну, перепутал я. Ну, с кем не бывает. Доктор, думайте быстрее. Действие наркоз заканчивается. А, все. Скажем, это очень современные импланты, а они со временем вырастут. Конечно, если она будет капусту есть. Тогда, вы понимаете, мол, тут холодно, вот и не... А дома она ляжет в джакузи. Доктор, у женщин все по-другому. Тогда я не знаю, что делать. Ладно, с грудью. С вот этим что? Ну, а тут что не так? Вот тут как раз она просила уменьшить, а вы увеличили на 30 сантиметров. Да, вот это жопа. Это понятно. Делать-то что будем? Я думаю. Что за хуй? Думай, думай, думай. Ждем. Ждем. Всем не двигаться, это ограбление! Быстро мордой в пол! Руки за голову, чтоб я видел! Телефон не доставай! Быстро, быстро! Ущипни меня. Мне кажется, что я сплю. Нет, не сплю. Деньги в сумку быстро сложили! В сумку все деньги быстро сложили! Быстро! Да, да, конечно. Так а вам в долларах или в гривнах? Все деньги! Все деньги, я сказал! Все быстро! Скажите, а драгоценности ложить? Туда же их, туда! Быстро! Только попробуйте столько минуток вызвать! Я вас всех порешаю здесь! Не-не-не, все-все-все, мы уже идем к сейфу, все. А что идем? Мы бежим к сейфу! Да! Слушай, а у него справка, как думаешь, есть, что он там? Я думаю, после этого случая по-любому выдадут. Так, разговорчики! Разговорчики! Кто это сказал? Кто это сказал? Здравствуйте! 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 А это что, не банк? Нет, это не банк. А как вы догадались? К вам очереди нет. Банк через дорогу. А-а-а! Спасибо большое! А можно я в банк пойду? Да, конечно! Одну секундочку. Вот. А сумочку дайте? Да, 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 пожалуйста. Спасибо большое! А может вам в пистолет воды долить? Не надо, он течет! Дотянь, дотянь! Выдай! 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 Слушай, может его все-таки арестовать? Ну что ты такой? Мы же поржали, пусть тебе в банке поржут! Бил! Вот, это вам. Я не заказывал. Это вам от того молодого человека. Он сказал, что вы как прекрасный ангел, спустившийся с небес. Верни ему этот коктейль и скажи, чтобы он его засунул в себе. Ну, ты понял. Понял. Это что такое? Это вам от того же молодого человека. Он сказал, что даже эта роза не сравнится с вашей красотой. Скажи ему, чтобы коктейль тут немножко подвинуть и розу туда же засунуть. А, но шипами вперед. Да, конечно. Конечно, вперед. Что еще? Молодой человек просит вас проехать с ним в самый дорогой отель, в президентский люкс, с джакузи и большой кровати. Он что, тупой? Он что, так и не понял, что я не из их стаи голубей? Ну, вообще-то он тоже нормальный. Просто вы вчера приставали к его девушке, и вот он решил сделать с вами то же, что вы вчера делали с ней. А про роза шипами вперед я ему передал. Он сказал, что учтет ваши пожелания и будет настаивать на отеле. Не скучно нам мать? А привет! Это ты во всем виновата. Что? Я? Да. Это ты виновата? Я. Это ты ему собирала игрушки в садик? Это тебя надо наказать. Наказать? Ну, наказать. Ну, накажи. Ну, давай. Прямо сесть накажи. Ну, а что, слабо? Накажу. Ну, накажи. Накажи. Ну, я здесь накажу. Шкафу закрою тебя. Карасевы? Очень хорошо. Это что такое? Что вы передали своему Алешке в садик? Какие игрушки? Вот это вот, по-вашему, каркуша. Кар, кар, кар. Ну, что ж, похоже, немножечко. Чуть-чуть. Вот это. А вот это колобок. Колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел, пока я не перехватила. Иначе дохотился бы до лисицы. Ваньку встаньку показал. Нет, нет. Мы знаем, как он выглядит. Да, да. А вот это добрые детские сказки. С вашим участием. Да, да, да. Бармалей мстит Айболиту. Волк красной шапочке. А потом третий фильм. Это Белоснежка и самый главный гномик. Ну, такой же гномик. Хорошо, что дети не умеют включать DVD. Хорошо. Извините нас, пожалуйста. Заберите. Простите. Честное слово, это больше не повторится. Да. Как вы считаете, нам стоит сменить садик? Вам стоит сменить внешность. Потому что сторож умеет копировать DVD, а его сын выкладывать в интернет. Я вас поздравляю. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Спасибо, что предупредили. Ну что ж, пойдем вытирать из-за этого. Ну, конечно. Девушка, покажите ваши документы. А сиськи вам не показать? Все по желанию. Что? Не понял. Что вы не поняли? Представьтесь, пожалуйста, по форме, как полагается представителю органов. Ладно. Инспектор Ступок, ваши документы, пожалуйста, покажите. А потом уже и сиськи. Итак, инспектор Ступок, покажите ваши документы. А вдруг вы не настоящие гаишники? А какие? Силиконовые? Хорошо. Пожалуйста, документы. Теперь, пожалуйста, покажите ваши. Причина остановки. Эй, подождите снимать, я причешусь. Не-не, снимайте, снимайте. Только мы вас не останавливали. Причина остановки. Я вам говорю, девушка, мы вас не останавливали. Причина остановки. Столк, дура. Столк и въехавшая в него дура. Вот причина остановки. Что вы сразу не сказали? Вот. А что за вы зимой порисовы? Там батарейка села. На троих.